8 июня около 6.20 вечера азербайджанская сторона обстреляла трактор, выполнявший сельхозработы в районе Карвин. С армянской стороны потерь нет. О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил, говорится в сообщении Минобороны Арцаха. Американские сенаторы Алекс Падилия и Марко Рубин накануне представили резолюцию, которая осуждает блокирование Азербайджаном Лачинского коридора и призывает США немедленно предпринять шаги, чтобы положить конец гуманитарному кризису. Резолюция представлена также в Палате представителей Фрэнком Полона и Гатсом Билиракисом. Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, бесчеловечно и неприемлемо. Блокада создала гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, лишив 120 тысяч армян доступа к продуктам питания, лекарствам и другим предметам первой необходимости. Резолюция констатирует, что США должны предпринять шаги и призвать Азербайджан к ответственности, сказал Падилия. В свою очередь, член Палаты представителей США Барбара Ли призывает коллег в Конгрессе обратиться к администрации президента с призывом прекратить военную помощь Азербайджану из-за блокады. Ли объединяет своих коллег в Конгрессе, чтобы подписать пенсион госсекретарю Энтони Блинкену с призывом применить 907-ю поправку к акту о поддержке свободы о предоставлении военной помощи США Азербайджану. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также он встретится с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС. Кроме того, в планах главы государства беседа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам про секретарь российского лидера Дмитрий Песков. США ставят своей целью вытеснение России из процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала Россия 24. Он подчеркнул безальтернативность нормализации отношений между странами на основе трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана. При этом, по его словам, РФ не против, чтобы другие страны вносили свой вклад в армяно-азербайджанское урегулирование. В Анкаре состоялось первое после президентских выборов заседание Совета национальной безопасности Турции. В ходе заседания также обсуждался переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Анадулу, в официальном заявлении Совета национальной безопасности отмечается, что Анкара приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и желает скорейшего подписания мирного договора. Несмотря на падение уровня в Каховском водохранилище ниже отметки, которое ранее считалось критической, выяснилось, что Запорожская АЭС все еще может качать из водохранилища воду для систем охлаждения. Как пишет русская служба BBC, об этом в четверг объявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Специалисты станции известили МАГАТЭ, что насосы, возможно, смогут работать даже при уровне в 11 метров. МАГАТЭ отмечает, что скорость падения уровня воды в водохранилище составляет сейчас 4,77 метров в час, то есть до отметки 11 метров осталось день-два. Председатель комитета Бундестага по обороне Мария Агнес Штракт Циммерман считает, что Германия могла бы предложить свои аэродромы для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Такое мнение она высказала в четверг вечером в газете Билд. Комментируя членство Украины в НАТО, глава комитета Бундестага подчеркнула, что сейчас республика не сможет вступить в Альянс. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден по результатам встречи в Вашингтоне договорились о создании первого в своем роде экономического партнерства под названием «Атлантическая декларация». Байден попросит Конгресса облегчить для британских компаний процедуру, чтобы они могли пользоваться американскими правительственными инвестициями так же, как компании в самих США. Оба лидера вновь подтвердили свою приверженность поддержки Украины в ее защите своего суверенитета от российской агрессии. В Воронеже в один из многоэтажных жилых домов врезался беспилотник с астражаткой. Жители города рано утром 9 июня сообщили о звуке взрыва. Позднее появились фотографии поврежденного жилого дома. Телеграм-каналы пишут, что беспилотник был сбит и после этого врезался в дом. Делегация, возглавляемая председателем парламента Армении Аленом Симоняном, встретилась с членами делегации парламента Соединенного Королевства. Симонян обстоятельно представил послевоенную ситуацию и сложное положение в регионе. «Верим, что адресные заявления и давление международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана», отметил он. Члены делегации подробно проинформировали своих британских коллег о блокаде арцаха, кризисе Лачинского коридора и постигательствах азербайджановских. Члены делегации проинформировали британских коллег о блокаде арцаха, кризисе Лачинского коридора и постигательствах Азербайджана на территориальную целостность Армении. Гаанеха Копян, обвиняемая в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, освобождена в сале суда. Обвиняемая признала обвинение в похищении Пашиняна и потребовала ускоренного судебного разбирательства. Суд принял решение признать Га shameа Копиан виновной и приговорить ее к 4 годам лишения свободы условно. Назначим годичный испытательный срок с условием невыезда из страны. Заседание проходило за закрытыми дверями. Управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры направило повестки бывшему начальнику инспекции по контролю за законностью аппарата Минюста, крестнику судей Конституционного суда Райра Товмасяна Нурайру Паносяну и четверым связанным с ним лицам. Об этом сообщает сайт официальных объявлений о здоровье. Указанные лица должны явиться в Управление по конфискации имущества незаконного происхождения 22 июня.